Здравствуйте! Вот хочу вспомнить синтетические волокна. Вообще, слово такое синтетические волокна, оно, мне кажется, вот чисто для моего уха, не совсем правильно. Я бы лучше сказал, их искусственные волокна. Сейчас я попробую пояснить, о чём идёт речь. Роберт Гук, это ещё какие незапамятные времена, 17 век, первый задумался над синтетическим методом получения волокон. Вот было известно такое волокно, которое производил шелкопряд. Гусеница шелкопряда выделяет из себя тонкую нить. И вот задумался над этой вот процедурой Роберт Гук, как бы это могло быть, на самом деле, как можно производить такие волокна. Что делает шелкопряд? Вот он берёт кору тутового дерева, да, её как-то там переваривает в себе. Что-то из неё вырабатывает. Ну, мы-то знаем, что он из неё вырабатывает. Он обрабатывает там целлюлёзу. Тут вышел шелкопряд. И вот если бы эту целлюлёзу в чём-то растворить, решил Роберт Гук, а потом бы этот растворитель высох, и получилась бы длинная тонкая нить. В принципе говоря, этот метод Роберта Гука, ну, идея Роберта Гука, гипотеза Роберта Гука, это не его технология, я вас умоляю. Она гораздо позже появилась, технология лет через 200 после того. Разработали такую технологию. Берётся, первый раз делали с корой тутового дерева, кстати говоря. Берётся любая целлюлёза. Первым делом брали сначала для пробы целлюлёзу хлопковую. Ну, была уже. Хлопковое волокно и так вообще-то волокно. Можно брать целлюлёзу из древесины. Самое милое дело. Самая дешёвая и хорошая целлюлёза. Растворяет её. Для растворения приходится использовать кислоты. Представляете, как вот этот вот червячок растворяет без кислот, не совсем понятно до сих пор, по крайней мере мне. А потом очень просто экструзия называется. Через фильеру выдавливается вот этот вот раствор и высыхает. Высыхает носитель этого раствора. И получается длинная тонкая нить. Длинная тонкая нить. Чем вот нить естественная отличается от этой вот искусственной, я всё-таки назвал бы нити. Тем, что в естественной нити много-много тонких волокон, которые сплетаются. Надо же спрясть это волокно, да, как из ваты. Да, вот из ваты. Плетут. А вата это, кстати говоря, то, что в коробочках хлопчатника есть. И поэтому очень интересно. Вот эта вот рубашка, которая на мне, она с большой примесью синтетического или искусственного волокна. И вот она сохнет моментально. Только постираешь её, повесь, шум, глядь, уже сухая. А рядом что-нибудь хлопковое висит. Ой, и висит, и висит, сохнуть не хочет. Вопрос понятен. Здесь набор таких вот длинных-длинных тонких палочек, да, а там, значит, сплетены мелкие волокна, которые намокли, набрякли, много удерживают влаги. Вот как. Кстати говоря, если уж совсем вспоминать давние времена, то первое искусственное волокно получили древние египтяне. Причём получили они его из стекла. Во всяком случае, в книгах технических, которые посвящены волоконным световодам и стеклянным волокнам, об этом пишут, сколько я не пытался прицепиться к египтологам. Вот есть, говорю, образцы волокна. Мне интересно было посмотреть на волокно древнеегипетское. Может быть, попытаться через него свет пустить. Знаете, такие загадки гробницы фараонов, да? Может, они там делали уже волоконные световоды, волоконные лазеры. Кто их знает, да? Что-то вот у египтологов настоящих не встречал я египетских стеклянных волокон. Хотя во всех книгах, они говорят, мы тоже об этом читаем, но никогда не видели. Так что, вообще-то, первое искусственное волокно, стеклянное волокно, наверное, получили египтяне. Вот так вот были дела. Спасибо вам большое за внимание. Всего доброго. До свидания. Всех благ.